Мы понимаем ситуацию, и они относятся к пониманию нашей позиции, немножко непонятна позиция местных властей. Почему? Потому что тарифы на воду устанавливают именно местные власты. То есть каждый город на уровне местных властей, местного гурсовета устанавливает тариф. Если это взять деревню, село где-то, то это сельская рада. Если это город Очаков, то это местная рада мистера Очаков. Понимаете, сейчас у нас получается дана возможность по закону про житлово-коммунальное, вот заблуждаюсь, там последнее слово какое-то, оно дает возможность именно по установке тарифов именно вот этих маленьких водоканалов, водопоставляющих организаций, именно местных властей. То есть областные власти к установке тарифов города Очаков никакого отношения не имеют. Это именно на совести данный тариф, это на совести местного городского совета и главы города Очаков. Вот там они решают, они устанавливают. Но вот установка таких популистических тарифов, когда... Почему я так могу с этой уверенностью говорить? Для того, чтобы произвести этот взаимозачет, водоканал предоставляет все документы, которые подтверждают разницу в тарифах. И вот на сегодняшний день разница в тарифах, которая подтверждена, и водоканал может по вот этой 375-м постановке КМУ за честь, составляет 1 миллион гривен. Но чтобы быть точным, сейчас я вам скажу, 900, по-моему, эти протоколы 957 тысяч 410 гривен. Нам водоканал на сегодняшний день примерно должен ту же самую сумму. Если примерно взять, что в тарифе на воду это где-то 30% сидит электроэнергия, то сопоставив эти две цифры, мы говорим, и это подтвержденное, то есть на государском уровне подтвержденное недофинансирование тарифа на воду, 30%. И 30% электроэнергии, сопоставив эти две цифры, я могу сделать вывод, что этот тариф занижен в городе Очаково именно на эти 30%. Понимаете? То есть вот, а получается он занижен именно на ту стоимость электроэнергии, которую нам нужно. Поэтому, насколько я знаю, по моей информации, была попытка поднять данные тарифы на уровень экономической обосновки. Потом, насколько я понимаю, это было городским. Я могу заблуждаться, поэтому вы сами проверьте эту информацию. Я вам даю, то, что говорится, на уровне непроверенной информации. Вот, было принято решение поднятия тарифов, потом поднялись на ноги, поднялись депутаты общественности, приняли популистическое решение опустить эти тарифы вниз. И теперь встает вопрос, кто заплатит эту разницу в тарифах. Николаев Угонерго не готов субсидировать Очаковский водоканал, чтобы население в городе Очаково платило за воду меньше всех в области. Давайте понимать. Если мы приходим и...